Между тем, зимник, связывающий алмазный край с большой землей, закрылся. Все в ожидании начала навигации на Лене. Но что принесет вода? Жители Мирненского и Ленского районов говорят в один голос. Повышение цен. Сколько это будет продолжаться? Когда вместо зимника появится круглогодичная дорога? И как речники наживаются на предпринимателях? Об этом расскажут наши коллеги. Который год в Мирненском районе пытаются решить вопрос круглогодичной дороги. В 2016-м это стало темой обращения районного совета депутатов к правительству республики. Там о проблеме знают, но вот определиться никак не могут, нужна или нет Мирному дорога. Конечно, она нужна. Жизнь вперед. И дорога даст и возможности определенные. Когда к нам придут федеральные сети, у нас не будет вопроса о снабжении продуктами питания. Тогда у нас станет развиваться производство. Теперь на Лене постоянное мелководье. Страдает от этого все, кроме судоходных компаний. Для них это время сверхсборов с предпринимателей. Если судно загружается только наполовину, под предлогом мелкого фарватера, то спрос на баржу значительно возрастает. Только по воде провести машину будет стоить без заездов. Просто провоз машины в среднем 234 600. Круглогодичный путь, связывающий Алмазный край с Большой землей, давно имеется. Но все это принадлежит нефтяным и газовым компаниям. Несмотря на свой государственный статус, пускать на свои дороги жителей и взаимодействовать с местными властями они не спешат, мотивируя свой отказ особым технологическим статусом этих дорог. Понятно, что дорога не является общего пользования. Мы не просим ее открыть для всех жителей района. Мы просим ее открывать и давать право проехать только в тех ситуациях, когда мы действительно нуждаемся. Во всех документах правительства Республики Саха-Якутия, стратегии развития Республики Саха-Якутия до 2030 года строительство круглогодичной дороги от осырях Верхнемарково в Иркутской области не предусмотрено. Перефразируя известную мудрость, можно сказать, если что-то не происходит, значит это кому-нибудь нужно. Кроме местных властей, жителей и предпринимателей. Только они все дружно и с года в год борются с одной и той же проблемой, решая ее успешно и не допуская дефицита. Но итог этих побед каждый раз один. Постоянное и неизбежное повышение цен на различные товары. Телеканал Алмазный край